Всем лунь, но мне прям очень тяжело рассказывать эту историю, знаете почему? Она оставила очень плохой осадок. Но ради вас я готова все вспомнить в самых мелких деталях, но давайте вы тоже меня порадуете подпиской на канал и лайком под роликом. Все просто, чем больше лайков, тем больше роликов будет выходить на канале. Подобных историй тоже. Давай быстрее подписывайся и ставь лайк, я жду. Итак, когда я закончила школу, у меня сразу стоял вопрос о переезде, чтобы жить самостоятельной жизнью. Но так как я только что выпустилась из школы и поступила в институт, и бюджет у меня был очень неограниченный, о дворце, как в моих мечтах, я точно могла забыть. Выбор у меня был не особо велик. Первое, это точно не самый благополучный район с такими пацанчиками, которые постоянно приседают и не из-за того, что они любят физкультуру. Второе, бабушкин ремонт или вообще квартира без мебели. Придется спать на надувном матрасе. Но мне повезло, у меня была мебель. Третье, ужасные соседи. Но опять же, мне повезло. Хотя, как сказать, повезло. Когда же я нашла ту самую квартиру, которая точно подойдет для моей жизни, радости моей не было предела. Юху, теперь я могу пить до утра, плясать до вечера. Да вообще, я могу хоть голая ходить. Кто это там еще? Здравствуйте, мы тут выгоняем нашего соседа, нужна ваша подпись. Да, да не буду я голая ходить, я же пошутила, че горячиться-то? При чем тут вы? У нас живет на третьем этаже сосед Игорь. На тот момент я еще не знала, кто такой Игорь, но уже слышала о нем много историй от соседей. Есть коровка, она травоядная. Есть волк, он хищник. А есть Игорь, он водкоядный. И сколько я жила в этой квартире, я никогда не видела его без бутылки. То он завалится на лестнице и начинает спать. И, и, и как мне тебя пройти? То он стучится в мою дверь и думает, что это его квартира. А я, кстати, тогда смотрела ужастик про зомби, и был очень веселый момент. И для меня до сих пор остается загадкой, как он мог перепутать двери, ведь я живу на первом этаже, а он на третьем. Но вообще, по рассказам соседей и по моему личному опыту, я знала, что это еще та абуза для всех живущих в этом доме. И, как ни странно, сильно он мне не мешал, и сверхъестественно он ничего не делал. Поэтому я даже на минуту, нет-нет, на секунду подумала, да че на него наговаривают, пьет да пьет, никому же не мешает. Ложась в постельку где-то в 12 часов ночи с мыслями завтра вставать рано на учебу, я легла спать. Однако разбудил меня не будильник и не принц. Ширик, ты наконец-то пришел? Вода с пеной. Меня разбудила вода с пеной. О, какая красота. Встаем в доме пожар, скорее встаем. Что случилось? Этот так называемый Игорь устроил у себя в доме пожар. А знаете как? Он жарил на балконе еду. Кайсисисон. Так как ему отключили электричество, и он оказался не только водкоятный, он решил устроить на балконе пикник ночью. Все соседи были напуганы, и мы ждали на улице в мороз, так как это была зима. В общем, мы точно часа три ждали, пока пожарные потушат его балкон и квартиру. Зайдя домой, злая, мокрая, замерзшая, вся в пене, я увидела, что не только я вся в пене, но и вся квартира. Включая мой любимый диван. Не ложится же в таком бардаке спать. И с этой мыслью я еще часа два прибиралась дома. Тупой Игорь, тупой Игорь, тупой Игорь, тупой Игорь, тупой Игорь, тупой Игорь, тупой Игорь. Я тут мою, а ты... Не успела я закончить уборку, а уже настало утро. И первые петухи начали будить людей. Ка-ка-ка! И из-за этого всего, вместо того, чтобы пойти в институт, а потом рисовать мультики, я весь день уставшая проспала. А с Игорем крепкий сон была та еще редкость. А знаете почему? Потому что у него не было домофона. Нет, мне не звонили. И его просто кричали у балкона. А жил он со своей дамой сердца по имени Алла. Она была такая же, как Игорь. Они, кстати, даже чем-то похожи. И эта Алла еще больше мешала мне, чем ее кавалер. Представьте, выходные, хочешь выспаться, посмотреть сладкие сны. И тут... Игорь! Игорь! Игорь, иди открывай дверь! Боже мой! И я даже не знаю, кто раньше начинал или птички чирикать под окном, или Алла игрить под окном. И так продолжалось изо дня в день два года, пока я жила в этой квартире. И вы думаете, это все? И это только цветочки. Началась эпоха коронавируса. Именно так можно описать это время. И чтобы никак не заразиться, я решила, что не буду выходить из дома. Я купила много крупы, каш, макарон, консерв, сладостей, еды, короче. И закупировалась у себя в доме. И неожиданно для меня проблемы начались уже через неделю. Я, как ни в чем не бывало, сидела и рисовала новый мультик. Как вдруг я слышу в туалете такой звук. Хм, наверное, показалось. Наверное, не показалось. Я, ошеломленная, забегаю в ванную, смотрю, а там снова долбанная пена. Представьте, просто весь унитаз в пене. Я могла чего угодно ожидать. Но пена в унитазе, это что-то новенькое. Я умею удивлять. Но в тот момент я и не думала, что это дело рук Игоря. А все сперла на стиральную машинку, думая, что это она забивает трубы. Помогите. А так как, напомню, я боялась коронавируса, сантехника я не стала вызывать. А просто начала стирать на руках. Вы не представляете, как это тяжело. Непобедимый. Он таскает корабли зубами. Тянет самолеты. Неповторимый. Какая таится в тебе мощь. В чем секрет? Я просто стираю на руках. Прошло где-то две недели. Вроде все шло гладко. Я качалась. И вот наступила эта ночь. Как хорошо жить без происшествий. Только не это. Хоть бы показалось, хоть бы показалось, хоть бы показалось. На этот раз пены было в два раза больше. Но тогда-то уж точно мои мысли не ввели меня в заблуждение. Я поняла, что тут замешан Игорь. Убравшись снова в туалете, я поняла две вещи. Нафига я стирала все это на руках? И завтра же утром я пойду к этому Игорю и наору, что есть мочи. Поспав всего лишь половину ночи, потому что другую половину я убирала долбанную пену, меня разбудил приятный и ласкающий ухозвук. Игорь! 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 Видимо, настало время. Чё надо? Вы бы видели его вид? Не, вам лучше не видеть. Во-первых, я его увидела тогда без футболки. Вы вообще понимаете, насколько моя психика разрушена? Во-вторых, у него весь дом был в окурках, в мусоре, будто там не убирали всю жизнь. Хотя, почему будто? Чё надо? Вы меня до психушки доведете. Вы вчера стирали? Да? А что? Да ничего, вы постирали и джакузи мне на полтуалета сделали. Не стирайте вашим дурацким порошком. Я ничего не делал. Как оказалось, у них был очень дешевый порошок. И он закупоривал трубы. И когда место заканчивалось, вся пена выходила у меня наружу. И знаете, каким-то чудесным образом, когда я наорала на Игоря, вся пена исчезла. И с моим туалетом всё стало хорошо. Мисс Луана наорала, и вся пена вдруг убежала. Мисс Луана. В общем, осадок после этого всего остался не очень хорошим. Поэтому после этих приключений, недолго думая, я собрала все вещи и переехала в другую квартиру. Теперь меня по утрам никто не будет, и пена из унитаза не должно пойти. Мне же это показалось, да? Эй! Субтитры сделал DimaTorzok